Вот и весна пришла к нам во всей красе. На улице с каждым днём становится всё теплее, а значит, если вы являетесь водителем, то вопрос своевременной сезонной смены шин на авто для вас крайне актуален. Сегодня проходит акция «Безопасная шина», в рамках которой также проверяется тонирование автомобиля на светопропускание стёкла. Мы знаем, что передние стёкла тонировать практически нельзя, они должны быть светопропусканием не менее 70%. Это всё-таки влияет на то, что в процессе дорожного движения видимость ухудшается, и в сумерках водитель плохо может увидеть, и зрение садится. Поэтому принято вот таким образом, что 70% не менее. Мы сегодня выявили ни одного нарушителя, кто не хотел устранять нарушение светопропускаемости стёкла, растонироваться. Им был выписан протокол, штраф 500 рублей, он небольшой, но тем не менее. Также сотрудники ГИБДД раздали местным водителям специальные листовки, где указаны ближайшие пункты приёма лысой резины для наших жителей. Всего их два – в Щёлково на улице Заречной, 139, а также во Фрязино на улице Садовой, на территории бывшей войсковой части. Туда абсолютно бесплатно можно привезти и сдать свои старые, уже отработанные покрышки. Многие водители даже не подозревают о том, что покрышки нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором, поскольку шины содержат в себе тяжёлые металлы и технический углерод. Поэтому утилизировать их нужно в специально предназначенные для этого места. Ну вот я вот с удовольствием эту информацию для себя запомню, и это очень важно. И можете распространить среди своих знакомых. Обязательно, спасибо большое. Вы для этого уже знаете, что есть такие пункты? Нет, реально в первый раз услышал, что есть такие пункты, где можно бесплатно сдать утилизацию. Конечно, это очень важно. Мария Буржинская, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щёлково».